Здравствуйте! В эфире «Импульс» в студии Мария Федорчук. Начну с обзора главных тем выпуска. Откровенно отвечаю на вопросы, несу правду, даже если она кому-то не нравится. Лица новые, проблемы прежние. Главврач Центральной городской больницы Кирилл Трапезников ответил на вопросы волнующие новоуренгойцев. Активно принимаются меры по взысканию задолженности в судебном порядке. Заплатить придется. Коммунальщики ужесточают работу злостными должниками. Сотрудниками госавтоинспекции выявлено более 60 нарушений. Перевозчикам стоит задуматься о дисциплине на дороге. Автоинспекторы подвели итоги операции «Автобус». Теперь обо всем по порядку. Президент Владимир Путин провел совещание с правлением Российского союза промышленников и предпринимателей. Встреча прошла в дистанционном формате. Ее участники обменялись мнениями об экономической ситуации в России и мире. А также обсудили проблемы, которые волнуют все деловое сообщество и требуют совместных усилий государства и бизнеса для их решения. Процессы восстановления мировой экономики пока крайне неустойчивы, отметил глава государства. Очень многое здесь зависит от ситуации с ковидом. И не только в масштабах нашей страны. Эпидемиологическая обстановка сложная. В России и во многих других странах растет число заболевших коронавирусом. А в ряде государств снова объявлен так называемый лотдаун, когда предприятия, компании приостанавливают свою деятельность или переходят в массовом порядке на удалённый режим работы. Вводятся вынужденные ограничения в быту, в повседневной жизни людей, что, конечно, также сказывается на работе целых секторов экономики. Понятно, что в таких условиях особое внимание приковано к тому, что, как, какие меры предпринимаются для сглаживания экономических и других последствий эпидемии. Я хотел бы вновь отметить, здесь крайне важны именно слаженные, совместные действия государства, бизнеса, общественных организаций, да и всех граждан. Лица новые, вопросы прежние. В центральной городской больнице изменился главврач. Но граждан всё ещё волнуют одни и те же проблемы. Работа колл-центра, борьба с коронавирусом, приём узких специалистов, профосмотры. Как обойти эти узкие места и о работе больницы в целом, Кирилл Трапезников рассказал в ходе пресс-конференции. Руководитель медицинского учреждения также ответил на вопросы о приоритетных векторах работы. Подробнее об этом расскажет Полина Шорохова. Откровенно отвечаю на вопросы и несу правду. С таких слов новый главный врач центральной городской больницы начал пресс-конференцию. Открытость – вот та политика, которой придерживается Кирилл Трапезников. По словам врача-хирурга по образованию, язык чиновников ему чужд. Поэтому разговор на интересующий журналистов и горожан темы максимально прост и понятен даже не специалисту. Первый вопрос – кадровая политика в медучреждении. В больнице приняты два заместителя главного врача на ранее вакантные ставки. Это замглава врача по поликлинической работе. Вчера он приступил к своим действиям в работе. И замглава врача по лечебной части. Конкретно направлено сейчас на борьбу с ковидом, формирование новых госпиталей. Коек, как вы знаете, у нас открывается их каждый день по несколько штук. Итого не хватает. Сейчас развернуто 327 коек. Из них на утро занято порядка 260. В газовой столице по сравнению с другими населёнными пунктами региона прирост числа заболевших пока невелик. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Кирилл Трапезников рассказал, что иммунитет у перенёсших ковид-19 сохраняется всего от 40 до 70 дней. И чем легче протекала болезнь, тем выше вероятность заразиться ещё раз. В Новом Уренгое уже зарегистрированы повторные случаи инфицирования коронавирусом. Перераспределение усилий уже сказалось на работе больницы. Некоторые виды плановой помощи медики временно не оказывают. Приостановлены и профосмотры. Сейчас один приоритет – это борьба с ковидом. Ничего другого и более важного, к сожалению, сейчас нет. Я очень прошу понять наших дорогих жителей города Нового Уренгоя и остальных. Я должен расставить приоритеты. Город полыхает, город горит, как и остальные города России, мира. Мобилизация кадров почти как военное время. Для победы над ковидом требуются дополнительные специалисты. Уже по отработанной схеме сменят профиль действующие медики. Серьёзной подмогой станут врачи из других регионов. Мне нужны людские ресурсы. И то их не хватает. Такой большой город, которым жители по статистике 130 или 140 тысяч, но по факту их проживают раза в два больше. А система здравоохранения, как вы знаете, она очень регламентирована. Там написано, что на определённое количество населения, прикреплённого, проживающего, не хватает этих людей. И мы вынуждены приглашать их и со стороны, в том числе и тех людей, которые работали весной, летом вернее. На помощь новоуренгойским коллегам уже прибыли медики из Тюменской области. Хорошим подспорьем в техническом оснащении больницы стал второй аппарат КТ. Оба томографа работают в круглосуточном режиме. Один принимает ковидных пациентов, второй – всех остальных. Такое разделение потоков – дополнительный заслон на пути вируса. Ещё один актуальный вопрос – работа колл-центра. Это направление тоже усилят. Мною было увеличено штатное расписание в колл-центре. К 16 единицам ещё плюс 10 единиц штатных добавлено. При необходимости я готов найти ещё больше ставок. Шесть минут, шесть лишних минут, возможно, способ дозвона. Нам выделили ещё 5 студентов медицинского колледжа, которые нам активно помогают. В помощь больнице администрация города предоставила 8 машин для выездов к пациентам. Вся работа медучреждения на данный момент направлена на уменьшение риска заражения. Сейчас общая задача – сдержать ситуацию и не дать коварному вирусу разгуляться. Полина Шорохова, Антон Берестянский, Служба новостей, «Импульс». В Новорингойский психонервологический диспансер поступило новое оборудование. Транскраниальный магнитный стимулятор приобрели за счёт окружного бюджета. С помощью коротких магнитных импульсов он стимулирует кору головного мозга. Это позволит добиться ремиссии пациентам с тяжёлыми психическими расстройствами, такими как шизофрения и маниакальный синдром, а также депрессией, паническими атаками, тревогой и нарушением сна. Эту процедуру пациентам будут оказывать бесплатно. Есть те пациенты, которые по каким-то соображениям не подходят, не хотят принимать лекарственную терапию, либо сами препараты лекарственные не подходят им. И данный аппарат, конечно, позволяет получить надлежащую специализированную и высококвалифицированную медицинскую помощь, соответственно, не прибегая к назначению каких-то психотропных препаратов или трактилизаторов, или ещё иных других лекарственных препаратов. В том числе с помощью данного аппарата можно лечить стойкие болевые синдромы. Коммунальщики ужесточают меры воздействия на злостных неплательщиков. Раньше им отключали электроэнергию, и это было действенным. Но последние полгода показали, что тех, кто не платят, совсем не пугает отсутствие коммунальных благ. Сумма долга новуренгойцев перед Уренгойжилсервисом уже перевалила за 180 миллионов рублей. По-хорошему не получилось, и теперь коммунальщики подают в суд. Неплательщикам грозят крупные списания, у них также могут возникнуть проблемы с выездом за пределы России. В целом спектр сомнительных удовольствий для должников предусмотрен широкий. Подробности далее. Ещё в начале этого года специалисты управляющей компании Уренгойжилсервис отключали электроэнергию злостным неплательщикам. Сначала их предупреждали, если оплата не поступала, выключали рубильник. Такая мера была самой действенной, и должники выполняли свои финансовые обязательства. Вы нуждали вас ограничить, потому что у вас задолженность. Ждём оплаты. Теперь ситуация изменилась. Последние полгода показали, что неплательщиков больше не пугает тьма в квартирах. Они перестали оплачивать коммунальные блага. С февраля 2020 года сумма долга новуренгойцев перед управляющей компанией Уренгойжилсервис выросла на 30 миллионов рублей и составляет больше 180 миллионов. Убытки коммунальщиков растут, но капитальные плановые ремонты домов никто не отменял. Поэтому обслуживающие организации идут на экстренные меры. Активно принимаются меры по взысканию задолженности в судебном порядке. Эта работа активизировалась, наращивается с каждым месяцем и имеет свои результаты. В настоящий момент в службе судебных приставов находятся исполнительных документов на сумму порядка 100 миллионов. В управляющей компании предупреждают, до суда лучше не доводить. Это может вызвать определенные неудобства у неплательщиков. Это и арест имущества, арест денежных средств, это и ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации. Поэтому во избежание вышеуказанных ситуаций настоятельно рекомендуем гражданам своевременно, в полном объеме вносить плату за жилищно-коммунальные услуги. Гражданам необходимо учитывать, что судебная работа проводится в отношении каждого должника, независимо от размера задолженности. Ошибочно полагать, что если задолженность у соседа в разы больше, то управляющая компания будет взыскивать именно его долг. А остальные потребители могут отсрочить оплату за жилищно-коммунальные услуги. Нет, исполнительный документ рано или поздно будет получен в отношении каждого должника, и поэтому долги копить не стоит. Коммунальщики также напоминают, если у неплательщиков возникли временные финансовые трудности, можно оформить рассрочку. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию. Как правило, они входят в сложившуюся жизненную ситуацию и идут навстречу. Но визит не стоит откладывать. Мария Федорчук, Николай Александров, служба новостей «Импульс». Перевозка пассажиров – дело ответственное. Однако не всегда водители автобусов соблюдают установленные правила. В целях сокращения дорожно-транспортного травматизма с участием пассажиров сотрудники госавтоинспекции провели операцию автобус. В ходе рейдов силовики осмотрели более 300 машин, занимающихся перевозкой людей. За 10 дней выявлено больше 60 нарушений. К административной ответственности привлечено 16 должностных лиц и одно юридическое. По большей части недостатки находят в техническом состоянии транспорта. Особенно частая проблема – тахограф, который контролирует режим труда и отдыха водителя. Кроме того, сотрудниками госавтоинспекции выдано два предписания должностным лицам и четыре требования на устранение выявленных недостатков. Также госавтоинспекция обращается ко всем водителям транспортных средств о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также соблюдения скоростного режима и правил маневрирования. А впереди вторая часть выпуска. Оставайтесь с нами, не переключайте канал. Поручение президента выполнено. Горячее питание сегодня получают все ямальские школьники с 1 по 11 класс. Ямальцы поборются за президентские гранты. Сразу три победителя региона вышли в финал конкурса «Доброволец России-2020». Домашняя победа. Факел порадовал болельщиков красивой игрой с клубом «Югра-Саматлор». Что сыплют на дороге газовой столицы? В городских пабликах в соцсетях новоуренгойцы активно обсуждают эту тему. Все чаще звучат мнения, что проезжую часть обрабатывают жуткой химической смесью. От этого и скользко, и чуть ли не колеса плавятся. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в городскую сервисную компанию. Как нам пояснили специалисты, дорогу обрабатывают традиционным и максимально безопасным составом. Согласно муниципальному контракту для безопасности дорожного движения, мы производим обработку противогололедным материалом, который входит в состав соленая песчаная смесь, которая состоит из соли и песка. Никакие реагенты, химию никогда не сыпали и не сыпем. Если мы можем предоставить сертификат на соль, галит. Зависит от погодных условий. Если имеется на это нужда, в соответствии с дорожным полотном, если есть необходимость гололед или снег, естественно, мы контролируем погодные условия, следим и обрабатываем. Мы работаем две смены, так что мы круглые сутки контролируем состояние дороги. К другим темам. Горячее питание сегодня получают все ямальские школьники с 1 по 11 класс, а это 75 с половиной тысяч учеников. Учащихся начальной школы, а также среднего и старшего звена сельских школ городов Губкинский и Муравленка кормят бесплатно. Об этом сообщила директор департамента образования Ямала на заседании комитета ЗАГС Собрания по социальной политике. Завтраки и обеды получают 28 тысяч школьников льготной категории. Дети-сироты, инвалиды, дети из малоимущих многодетных семей, кадеты, ученики спортивных классов. Воспитанники школ-интернатов обеспечены горячим бесплатным питанием 4-5 раз в день. Это 3 тысячи учащихся. За деньги родители питаются 25,4% школьников 5-11 классов. К началу учебного года приняты все организационные решения. Школьные пищеблоки оснащены необходимым оборудованием. В меню активно включают блюда из продукции местных производителей. В первую очередь оленины, рыбы и дикоросов. Напомню, задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы с 1 по 4 класс обозначил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. В нашем округе это сработано на опережение. И мы уже не первый год всех детей начальной школы кормим бесплатно и обеспечиваем горячим питанием. Сегодня ни для кого не секрет, что организация горячего питания именно с балансированным, правильным питанием это залог сохранения здоровья всех школьников. Трое ямальских волонтеров вышли в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России». Шительницы Ноябрьска были Гмаринчинова и Екатерина Головачко, а также Юлия Попова из Салихарда представят свои проекты в завершающем этапе масштабного состязания идей. Финал состоится 5 декабря в Национальный день добровольца. Уже сейчас стартовало народное голосование, которое позволит нашим конкурсантам получить дополнительные баллы к оценке. Претенденты сразятся за гранты на реализацию проектов. Общая сумма каждого из них до 2 миллионов рублей. До 500 тысяч победитель сможет инвестировать в получение образования на территории России. Проекты ямальских финалисток разноплановые. Это организация мероприятий к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обучение детей волонтерству и помощь людям с онкологическими заболеваниями. Что дает даже попадание в финал участникам? Это возможность получить поддержку как финансовую, так и экспертную, поскольку все проекты финалистов далее получают поддержку, консультацию ведущих экспертов страны, и ребята получают возможность масштабировать свой проект на все регионы России, получают советы, как вывести проект на новый уровень, сделать его еще лучше, еще сильнее. Мы очень рады за наших финалистов, желаемым победы, уверены, что это сильные проекты, которые достойны внимания экспертов со всей России. Заставили понервничать болельщиков, а потом показали свой фирменный стиль. Так можно кратко охарактеризовать игру факела в шестом туре национального чемпионата по волейболу. В этот раз на своей площадке ямальская команда принимала клуб «Югра Самотлор». Гости из соседнего региона приехали максимально заряженными на победу, но в свой актив записали лишь один сет. Зато хозяева в очередной раз показали соседям, кто тут главный. Подробности у Павла Прошогина. Игры факела с клубом «Югра Самотлор» никогда не бывают легкими. Матч шестого тура лишь подтвердил эту закономерность. Встреча стартовала под знаком равенства. Но потом самый результативный игрок суперлиги Виталий Папазов смог добыть гостям небольшое преимущество. Диагональный факел Максим Жигалов успешно сократил разрыв, а потом и вывел хозяев вперед. Но тут уже волейболисты из Нижневартовска остановили этот порыв и начались качели. Команды заставляли зрителей с замиранием сердца следить за каждым розыгрышем, а в случае удачных действий хозяев трибуны взрывались радостью. Но в этой партии эмоции болельщиков не помогли ямальцам. «Югра Самотлор» смогла записать сет в свой актив. Видимо, сил у гостей хватило лишь на стартовый рывок. Далее игра пошла по сценарию факела. Равная борьба на старте, а потом резкий отрыв ямальцев вперед. И заслуженные победы в трех сетах подряд и матчей в целом. Они выиграли у нас защиту. Ну то есть все затяжные моменты они выиграли. Ну и плюс нас немножко придавили своей подачей. Поэтому нам... Ну мы боролись сколько могли. Столько... Я думаю, что зрителям было интересно. Как отметил тренер Северян, в этой встрече удалось наладить игру на блоке. Ямальцы успешно зачехлили 21 атаку оппонентов. Для матча из четырех сетов это отличный показатель, отметил Камила Плачи. Блок и подача на хорошем уровне стали залогом этой победы, уверен главный тренер факела. Победы яркой и эмоциональной. Была хорошая игра, эмоциональная, очень понравилась. Наверное, это первая игра в сезоне, которая такая... Действительно была хорошая и по элементам. Много ошиблись на подаче, но будем еще работать. Вчера только прилетели. Я думаю... Ну будем исправлять ошибки. Я думаю, мы можем добавить в первую очередь на подаче. И где-то мы застаивались на съеме. Я думаю, в этих двух элементах нам нужно добавлять. Следующий матч северяне должны были провести на выезде с локомотивом из Новосибирска. В спортивном календаре он назначен на 25 октября. Руководство железнодорожников и факела приняло решение перенести игру на более позднюю дату в связи с эпид-ситуацией. Павел Прожогин, Богдан Жиделев, служба новостей, «Импульс». У меня на этом все. Для вас работали Мария Федорчук и журналисты «Импульса». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова